Молча Новосибирск Ну что, начали? Мне неожиданно предложили, и я неожиданно для себя согласился, и 29 марта 18.30 в библиотеке Молча Новосибирского состоится открытие моей выставки. Хотя я остерегаюсь называть ее выставкой, все знают, я обращаюсь к моим интернет-друзьям, к моим знакомым, все знают мое сложное отношение вообще к выставкам в современном виде. Я очень не хочу, чтобы ходила вип-тусовка или была какая-то трескучая презентация, где хвалят художника, там его все чествуют, и никто ничего не понимает, за что. Я к этому отношусь иначе совершенно. Для меня это работа, 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 и, в общем-то, ну, те, кто со мной как-то знаком, знают, что все гораздо сложнее у меня, чем это просто вот повесить картинки на стену и ходить таким счастливым гоголем радоваться. Во-первых, мне все мои работы, достаточно критично к ним я отношусь, они не то, чтобы сказать, не нравятся, я каждую хочу доделать. Они у меня все достаточно сырые, поскольку для меня вот это вот искусство, творчество, рисование – это процесс, и я все время нахожусь в процессе. Сейчас у меня вот такой вот разгром в мастерской, поскольку послезавтра уже надо будет вывозить эти работы и как-то их оформлять и вешать, что для меня это такая болезненная вообще процедура, для меня потратить лишние два-три часа на что-то постороннее – это просто невозможно. Но тем не менее, я понимаю, что я должен, в общем-то, как-то, ну, посмотреть на себя со стороны, что ли. Причину еще, главное. Мне предложили это сделать в библиотеке, а мне библиотека Молчаного Сибирского очень нравится. Действительно, я туда прихожу, я вижу новые формы, новые формы культурного образования людей. Вот они ищут пути, как это сделать, не просто собранием бумажных книг, а сделать из своего здания, из своей организации по-настоящему, может быть, храм искусства. Ну и, конечно, мне там интересно. И еще, когда я увидел тот зал, он мне напомнил аудиторию. А я по своим двум профессиям, или как бы по своим двум творческим ипостасям, педагог, преподаватель, я все-таки в общей сложности лет 25, наверное, преподавал, начиная с того же политехнического в 77-м году, когда я еще был студентом, а преподавал уже у первокурсников, а потом уже и на пенсию ушел с должности доцента кафедры дизайна. Но в союз художников я вступал как художник книжной графики. Вот, это моя творческая специализация. Вот книжный шкаф у меня, это вот все мои книги, которые я сделал, если можно так сказать, главным художником книжного издательства. Поэтому это тоже очень близкая тема для именно вот этого помещения. Я подумал, что все это связано, а более того, я сегодня занимаюсь... Я ведь не называю свои работы картинами, я их не пишу, я иллюстрирую свои размышления. Вот все, что я вижу, город, люди, книги, портреты, тексты, я это все по-своему интерпретирую, иллюстрирую. Для чего более подробно, это я все расскажу. Так вот, об этой выставке. Это будет не выставка, это будет такой почти месячный мастер-класс. Ну, я так хотел бы, получится, не получится. Я, конечно, не обещаю там быть, как на работе каждый день, но мы вот как раз на открытии и решим. И по ходу будем формировать какие-то группы, направления, желающих, темы, формы, формы общения. Самое главное, что я хочу, чтобы эта выставка не висела мертвым грузом на стенах. Как это происходит сейчас, часто происходит. Когда открыли, выпили вино, съели фуршет, и все разошлись, и выставка пустая. Я не хочу так, и поэтому я все время отказывался от подобных выставок. И вот сейчас я надеюсь, что у меня получится, может быть, какая-то более интересная форма. Я ее даже называю такой интерактивной. Я хочу завязать это с интернетом. Вот я сделал эту страницу. Здесь мы будем с вами, со всеми желающими, общаться. Здесь я буду выкладывать какие-то свои итоги и планы. На самой выставке очень много тем. Хотя это далеко не все, они исчерпывают то, чем я занимаюсь. По крайней мере, не будет фотографий, не будет дизайна, а это тоже достаточно большая. Не будет тоже студенческих работ, хотя я мог бы так вывалить огромную кучу именно работ моих студентов. Будут мои последние в основном работы. И, может быть, еще частично работы ранние, которые иллюстрируют те проблемы, которые сегодня меня интересуют и волнуют. Это вот на стыке ручной графики, ручного искусства традиционного и в сочетании с современным компьютерным искусством. Вот обо всем, об этом, о тех проблемах, которые лежат на этом пересечении, я хотел бы говорить, а главное, хотел бы показывать. Я просто хочу показывать, как я это делаю. И поэтому, если у кого-то есть желание, он может и учиться, и задавать вопросы. А самое главное, что я хочу, я хочу рассказывать, в чем смысл, в чем понимание, мое понимание современного искусства и то, каким, на мой взгляд, оно должно быть, то, чего у меня не получается. темы будут разные, и одна из них, например, вот я хочу, у меня очень много работ недоработанных. Для меня ведь это процесс, для меня не итог, для меня это процесс, и я начинаю, и как бы уже мысленно эту работу доработал, и я ее откладываю. Ответ найден, мне уже дальше и неинтересно, мне неинтереснее уже другую работу делать. И у меня очень много недоделанных работ, например. Я буду там их доделывать. Портреты, иркутские виды, пейзажи, иллюстрации, у меня вот книга иллюстрации, вот сейчас вот я в работе, фантастику я сейчас иллюстрирую. Я подумал, что я это все могу делать на виду, в общем-то, мне не жалко, смотрите. Ну, по крайней мере, акварель, рисунок, ручные, все эти вещи, я буду там делать, буду показывать, если будут желающие, буду рисовать какие-то портреты, может быть. Если будут желающие, мы поговорим и о каллиграфике, и о логотипах. Очень много тем. Так вот, одна из интересных, наверное, для начала, может быть, я не знаю, получится у меня это на открытии или нет, но я хочу просто по своим работам пройтись критическим взглядом. На меня многие обижаются, когда я критикую у кого-то какие-то работы, но дело в том, что для меня критика это просто поиск оптимального решения. Вижу я чью-то работу или вижу я свою работу. Для меня это всегда вопрос, можно ли сделать лучше, почему сделано так, почему сделано так. И когда я вижу чью-то работу, я всегда же вижу, ну, мы все, увереннее без греха, и я в том числе гораздо, может быть, более грешен, но я вижу, например, и я хочу человеку посоветовать, а вот почему у тебя так спрашивают, и вдруг я вижу ступор, а часто и даже обиду у человека, у художника, у коллеги. Они на меня обижаются, я как бы претендую на какое-то его реноме, да нет же, я всегда хочу выступать в роли помощника, в поиске гармонии, идеала. Вот на моих работах, наверное, это будет делать безопаснее. То есть, я готов рассмотреть любую свою работу, я готов выслушать по отношению к ней любую критику, может быть, совместными решениями найти правильное. И я готов прямо при всех на людях, так сказать, не пряча это в фотошоп или куда-то там в угол мастерской, чтобы потом раз как фокусник принести и показать фальшивку, да? Нет. Я хочу прямо там при людях работать, рассказывать, чтобы это было все на ЯВУ. Запланировать и спланировать все это точно очень сложно. Во-первых, много всего, а во-вторых, действительно, вся моя работа, вот все, что я делаю, можно поставить большим таким лозунгом слово экспромт. Я вообще считаю, что настоящее искусство это не ремесленная долгая-долгая нудная подготовка, а это вот тот экспромт, который человек делает здесь, сегодня, сейчас, на виду у всех и для конкретных людей. Вот мой идеал, можно так сказать, искусства вообще, и может быть, у меня где-то частично это получится сделать вот на этом мероприятии, вернисаж, выставка, не знаю, как это назвать, и я не хотел бы, чтобы мы ограничились только вот этим днем, 29 марта, 18.30, а чтобы мы смогли с вами в течение всего месяца интересно и плодотворно поработать. Так или иначе, вот для начала самое первое вот анонс я сделал. Дальше по ходу разберемся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok